Будет жить или нет, а если будет, то как? Судьбу ПТП-1 накануне вершили не только рыбинские чиновники, но и представители правительства области. Вопрос для второго города региона жизненно важный. В автотранспортной компании трудятся 700 сотрудников, осуществляется порядка 50% всех перевозок в Рыбинске. Кроме того, его услугами ежедневно пользуются 60 тысяч человек. И это предприятие единственное, обслуживает удаленные районы. А вот работает ПТП-1 себе в убыток. Долг автобусников достиг 160 миллионов рублей. Объективное снижение пассажиропотока, то есть людей, которые пользуются пассажирским транспортом. Потому что идет, мы видим, мощная автомобилизация, все больше людей пользуется автомобильным транспортом. У нас некоторые маршруты очень длинные, это поселок Волжский. Везем пассажира. Он сел на начальной остановке, сошел на конечность. Изменяемости практически никакой нет. Затраты на перевозки очень большие. Только за прошлый год количество пассажиров автобусов уменьшилось сразу на 5 миллионов человек. Убытки связывают еще и с себестоимостью. Проезд стоит 18 рублей, а обходится он предприятию в среднем на 6 рублей дороже. Отказаться от малоприбыльных социальных маршрутов ПТП-1 не могут. Компания муниципальная. В других городах на покрытие этих убытков из бюджета выделяют субсидии. Рыбинск же исключение. Местный бюджет несколько лет подряд ПТП-1 игнорирует, а деньги из области до адресата почему-то не доходят. Мы отстояли в департаменте финансов для города Рыбинска бюджетное выравнивание в районе 56 миллионов 983 тысяч. В городе Рыбинске ни копейки не заложено на компенсирование убытков. Я боюсь, что в следующем году департамент финансов, мои доводы о том, что в городе Рыбинске нужна субсидия в размере 57 миллионов, будут не приняты. Вы видели наше принятие бюджета. Каждая копейка на счету. Финансировать дыру в бюджете ПТП-1 на сегодняшний день возможности нет. Я не знаю, у нас есть глава, может он изыщет и предложит нам какой-то вариант. Если предприятие закроется, залатать такую огромную прореху в транспортном сообщении Рыбинской района будет некем. Добираться до нужных мест придется разве что на такси. Я уже думаю, точка невозврата уже пройдена. Уже это предприятие реанимировать будет, ну если можно, то очень и очень сложно. Любой другой перевозчик, который бы на этот рынок пришел, он с такими условиями экономическими работать не будет. В ближайший месяц ПТП-1 ждут всевозможные проверки и аудит. Пути выхода из кризиса все-таки ищутся. Первый такой путь, и он уже принят, сокращение штата. В ближайший месяц работу в автотранспортной компании потеряют 17 человек из инженерного состава. Ольга Хромова, Владимир Выдумле, в День событиях.